Уважаемые братья, я отсутствовал, прошел у нас месяц Рамазан, прошел праздник. Дай Аллах, чтобы все ваши деяния, которые вы делали в этом месяце, чтобы Аллах принял, дай Аллах, чтобы Аллах нам всем, все те грехи, которые у нас были на наших плечах, чтобы он нам простыл за этот месяц. И, конечно же, постарайтесь, и я, и вы, чтобы это все мы не испортили, чтобы сапонили эти великие награды, которые получаем в этот страшный месяц. То, что касается Дня города, у многих, конечно, у мусульман возникнет вопрос, соответствуют ли исламу вот такие праздники. Вот у меня, вот бывает, вот по отношению таких вот этих праздников, таких объединений, вот одна единственная цель, это просто-напросто для мусульман, пускай послужит личным поводом, чтобы собираться вместе. И чтобы вот этим собиранием вот наши мусульманы вырабатывали в себя качество взаимоуважения друг друга, взаимоанимания, взаимолюбви. Вот это то, что от нас требует от религии ислама. Пускай вот таким будет, пускай у нас будут такие намерения. Вот какой бы это ни был праздник, чтобы мы, мусульманы, объединялись. Вот тогда, согласно наших намерений, пророк Аллахи салату вассалам в сурам хадисе говорит «Иннамал амалу беният его, иннамаликули при манавалу». То есть, деяния людей принимаются согласно их намерениям. Какое намерение у человека, вот какое воздаяние и человек будет. У нас вот такие чистые, правильные намерения должны быть, чтобы мы объединились. Объединение, единство в нашей уме, оно занимает самое высокое место. Самое высокое место, можно сказать, в нашей религии. Даже впереди молитвы, впереди сердце в церкви. Почему? Потому что пророк Аллахи салату вассалам, ему давал самое важное значение. После того, как покинул Мекку, когда ему пришлось делать хиджрух медину, что он сделал? Шаги сделал, чтобы построить мощное, здоровое, чистое общество. И для этого первым шагом он сделал строение мечети. Потом объявление братства между мусульманами. И далее писанием канонов, определенных канонов, законов, на чем будут руководствоваться, основываться вот этот ума. Вот оттуда оно началось. Вот видите, какое значение? Первые шаги он сделал для строения общества. Вот мы знаем нашего земляка Дагестанца, Расула Гамзатова. Во всем мире его знают, и мы его знаем, и мы его знаем как поэта. Но в любом случае, Аллаху Таала, Священный Аллах, вот каким-то определенным людям какие-то мудрости дает он. И вот такие какие-то определенные мудрости ему тоже были даны, этому Дагестанцу Гамзату. Почему я это говорю? Потому что я от него лично, от его услышал вот такие слова. Когда было одно собрание, когда американцы напали на Ирак, и там было собрание, он говорит. Меня, говорит, спросил один араб. Мы арабы, вы ажами, но другие имеются в виду. Мы мусульманы, между нами нет никакой разницы, он сказал, говорит. Я ему ответил. Да, говорит, между нами одна разница. Мы дагестанцы, 33 национальности и одна республика. Вы арабы, одна нация и 33 государства. Это очень мудрые слова. Вот таким образом разделены мусульманы. Разделены одна нация, более 20 государств. И вот это служит, вот это разделение, как раз таки, чтобы ими руководили. Вот этим положением руководствовались враги исламов. Вот такое положение у нас сегодня. Вот такое очень плохое положение. Потому что у нас нет мира, у нас нет объединения. Каждый человек радуется тем, что в нем есть. Он думает, что в нем самое лучшее. Нет, конечно. В каждом человеке, конечно, какие-то определенные свои качества бывают. Но когда выезжаешь куда-то, когда, например, Саудовскую Аравию, Хадж, когда ты видишь вот эту массу народа, и вот когда там понимаешь, кто ты такой. Ты ничтожество, ничтожество, а в сравнению с теми людьми, которые вот бодруствуют по ночам, которые плачут перед Священным Аллахом. Вот тогда ты понимаешь, кто ты такой. И у каждого в себе должно быть знать, кто ты такой перед Священным Аллахом. Ничтожество, мерзость, смотря на величие Аллаха, смотря на величие Творения Священного Аллаха. Поэтому очень большое вопрос, вот оставляя все какие-то разногласия, мелкие разногласия между собою. Например, начало месяца и конца месяца Рамазана. Там тоже в арабских странах разногласия, но это не должно служить, чтобы мы разъединялись. Есть вот пути в нашем шариате. Аллаху Таалу ее создал таким образом, чтобы существовала какая-то легкость для людей. Но это не должно, наоборот, должно быть фактором объединения. И очень большое прошлое. Оставляйте все вот эти свои какие-то разногласия. Объединяйтесь, объединяйтесь. И пускай вот это наше вот здесь собрание будет распространяющим как раз таки дух нашего взаимоуважения и взаимопонимания. Ассаламу алейкум 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 алейкум.